Здравствуй! Сегодня у нас есть место, которое будет большое. Садитесь. В самом деле эти элементарные вещи, знак уважения, он очень важен нам, в частности для того, что был преподавателем, понимал, что он не зря работал. Да, и что действительно его труд, он важен, и к нему поднялся внимание. Вот. Такому спасибо вам большое. И эта статья полезна еще и для вас. В моей жизни уважение к старшим сыграло существенную роль. Без него, наверное, я бы не стоял здесь. Поэтому уважайте старших, ставите всегда действительно максимально быть послушателем старшим, проявляя, естественно, да, усыновения в смысле того, чтобы сказать что-то, там свое мнение отстоять. Это важно, но все равно очень важно быть послушателем. Так, ну что же, сегодня мы с вами еще одну общую образовательную тему, которая напрямую относится к информатике. В школе она относится к информатике и традиционно она, нет, в некоторых курсах, в вариантах классического клуба информатики она была и проработана очень хорошо. Мы посвящаем немного. Это алгебрологики. Алгебрологики. Итак, первое. Когда мы начинаем работать с алгебрологикой, возникает математика искушенного. Должен возникнуть вопрос, о какой алгебрологику, какую алгебрологику мы будем проходить. Дело в том, что есть классическая логика. Классическая логика. Ну, я не берусь все логики, но я знаю про одну альтернативную. Вот есть классическая логика, она классическая, которая является наследием древнегреческой логики, да, то есть это у нас от Аристотеля. Она идет оттуда. От Аристотеля постепенно развивается, там, Джон Гуль, английский ученый, Гуль его всякие там, то есть математизация, все, там, сведение до разных вещей. И здесь, я могу ошибиться, но, по-моему, я напишу правильно. Навьянья. Как и так. Может быть, замечание, вот я передаю, как могу. Это индийская. Индийская логика. В классическом греческом мышлении, в греческом видении мира, есть истина и есть ложь. То есть есть истина и есть ложь. Любое высказывание, оно или истина, или ложь. Третьего не дано. В логике навьянья, в индийской, все не так просто. Есть истина, есть высказывания, которые ложные, но, ложь, но есть высказывания, которые и истинны, и ложны, и истинны, и ложны. Ну, в частности, в нашей логике, в нашем менталитете, да, а по русскому менталитету, он на самом деле все-таки европейский, и он восходит культурно к греческой и египетской традициям мышления. Да, ну, скорее даже к греческой, там, египетским менталитетизмом, он нам не очень, хотя я не знаю, что это есть. Но, в любом случае, мы вот такие. Поэтому, например, высказывание «Бог есть», оно является предметом споров горячих. Да? То есть вот это высказывание, оно или истинно, или ложно в нашем мышлении. Понимаете? В индийском, вот это высказывание, оно атоматное высказывание. Сейчас я поясню, что такое атоматное. В индийской логике оно относится, я, честно сказать, не специалист в индийском религиоведении, но оно относится к вот этим вот вопросам. Оно одновременно то ли истинно, то ли ложно, или наоборот, вот к этому. Поэтому у них, да, еще, вот эта логика, она получила математизацию достаточно давно, тем не менее, вот эта логика тоже может быть математизирована. Она строго математизирована, в ней тоже можно написать алгебру этой логики. Понимаете? Ну, чтобы вы понимали. Но надо сказать, что индийская культура, несмотря на какие-то свои в свое время изобретения существенные, не породила науки. Про это вы узнаете, там, от Константина Анатольевича Спарчевского на философии. Когда-нибудь в конце или в аспирантуре, там, на философии, может быть, узнаете. Вот, что только классическая, ну, я зачеркну, ну, в смысле зачеркну, да, но я перечеркну, что она не породила науки. А науку, математику, вот все наше мышление породило именно вот эта классическая, я бы сказал, даже именно постхристианская уже культура, когда уже проросло образование через эти иезуитские, ну, не колледжи, как-то они там, в общем, образовательные инструменты, а не математикой насаждали, вот, воспитывали разум, вот, чтобы, собственно, постигать Бога. Вот, и там схоластические школы, а схоластика, знаете, что такое? Это логические упражнения. Представьте себе католический монастырь, вот, монастырь, монахи, те, кто подвижники прям, да, но у них, правда, подвижничество, у нас оно как-то православие, внутрь нас, да, есть подвиги, там, как-то, а у них это, ну, в частности, как сказать, рационалистическое, рациональное такое зерно. Так вот, представьте себе, монахи, группа монахов, разбивается на две подгруппы, так, вы, будет у нас диспут через неделю, вы за христиан, а вы за мусульман, так, читайте, вот вам Коран, читайте, готовьтесь, и диспут. А через неделю наоборот. Ну, то есть, в этом смысле, логические всякие, вот, обоснования, да, и это, в каком-то смысле, действительно, восходит аж к Аристотелю и к грекам, с их спорами и отстанивом, что правда, что лук. Да, вот эти вот, всякие вот, штучки поиграться, выяснить, да, там, софисты, может быть, слышали всякие, придумали, софизмы, никогда там на хелес не догонит черепаху, ну, и так далее. Всякие забавные штучки к нам, вот, в классической и философии, и в частности, это все, заканчивается классическая логика. Простите, что я так много времени на это трачу, хочется вас немножко ввести в эту культуру. Так вот, в любом случае, в логике, в алгебре логики, высказывания, высказывания, они там достроятся из всего, но нельзя язык полностью перевести на логику, нельзя русский, греческий, английский язык свести к алгебре логике. Язык это способ изложения мыслей. Вот, в принципе, математика тоже высказывание, способ изложения некоторых мыслей, но смысл следующего. Мы не анализируем высказывания в алгебре логике. Это высказывание атомарное. Это значит что? Это не значит, что об этом нельзя рассуждать. Об этом можно рассуждать, но не на языке алгебра логики. Понимаете? Алгебра логики оперирует составными высказываниями. Составные высказывания. Ну, давайте я где-нибудь здесь вот напишу. Составные высказывания. А, вот, там, соответственно, А из А следует Б. И вот, если нам известно истинность А и истинность Б, то есть истинны они или ложны, то мы можем рассуждать о этом высказывании в целом, как таковом. Или А и Б, или А, или Б, или не А. Вот это составные высказывания. Понятно? Соответственно, да, еще один интересный момент сейчас, когда мы будем таблицы истинности рисовать. Когда мы будем рисовать таблицы истинности, и еще один интересный момент расскажем. Итак, какая логика А и Б, А и Б, ой, прошу прощения, я повторю. А, Б, А или Б, и А здесь просто А, ну и, соответственно, не А. Давайте начнем. Начнем с конца. Так, вот, тут тоже у нас будет табличка, и А следует Б. А и не А. Да, есть еще один момент к математизации этого дела. Истину мы будем обозначать единичкой, а ложь ноликом. Ну, просто мне так будет удобно. Да, и так принято. Хотя это не обязательно. Можно было бы подробнее. Итак, если А ложно, то не А истинно. Если А истинно, то не А ложно. Перебираем здесь все возможные варианты. А ложно, Б ложно. А или Б. Ну, в этом случае ложно. Для, кстати, А и Б тоже самое, понятное дело. Если они оба ложны, то А и Б ложны. А если у меня А ложно, а Б истинно, в этом случае победение различается. В этом случае, если у меня И. Ну, давайте что-нибудь. Дважды два, не знаю, я балерина. И дважды два четыре. Поскольку я сказал через И, то, понятное дело, я сказал неправду. Да? Несмотря на то, что дважды два четыре. Поэтому получается ложь. Но я говорю, я балерина или дважды два четыре. В этом случае, понятно, я сказал истину. Да? Сегодня, не знаю, сейчас на улице дождь. Да? Или нет снега. Я прав. Так. Значит, теперь эти обе операции, они коммутативны. Ну, короче, да, коммутативны. То есть, менять можно не ставим. Мы сейчас законы еще выпишем. Но понятно, что если наоборот сказать, ничего не изменится. А вот, когда оба истинны, тут возникает вопрос. Говорю, я балерина и дважды два четыре. А, прошу, да. Нет, я прошу, прошу. Я лектор по информатике, да, и дважды два четыре. Здесь понятно. Здесь понятно, я сказал точную правду. А если я через или утверждаю, что я говорю? Я говорю истинное высказывание. Или истинное высказывание. Да? Я лектор по информатике, или я сейчас пишу законы алгебруки. Не знаю. Это таблица для или, да, или это таблица для или. Ну, верно. Истинное высказывание. Так истинное высказывание. Истинное высказывание. Да истинное высказывание. А вот в ней не разделились. Дело в том, что человеческое слово или, оно не очень точно это отражает. Понимаете? Не точно. Поэтому, что математики сделали? Они сказали так. Ну, давайте просто разделим. Есть вариант или, который так называемый не исключающий или. Так? Ну, давайте я напишу ор. И есть, да. У ор, у него не исключающие. То есть, если оба истинные, то там истина. Да? И есть вариант. Есть вариант. Ну, я в нем напишу только последнюю строчку. Да? А ксор. Икс как бы перечеркивает этот ор. Да? Ор перечеркивает, только исключающий. В котором, если истина или истина, то это ложь. А 0-0 тоже. А, ну, так все остальное совпадает. Они различаются только последней строкой. Вот это конфликт. Осталось разобраться с импликацией. Следствие называется импликация. Impline. Подразумевать. А, Impline B. А подразумевает B. Итак. А. Ну, я понятно. Здесь логика дворечной системы вычисления. Понятно, почему я так пишу. Да? 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, 1-1. Да? Надежно перебирать. Из А следует B. А подразумевает B. Давайте начнем с простых вещей. Истина, следовательно истина. Ну, я молодец. Давайте попрямо вот конкретный пример. Да? 2 плюс 2 равно 4. Да? Я говорю, следовательно, 4 плюс... 4 равно 8. Ну, я давно был нахожен. Я молодец. Мое следствие. Правильно? Я молодец. Правильно, да? Если же я начал с истины и закончил ложью. 2 плюс 2 равно 4. 4 плюс 4 равно 9. Я молодец? Нет, я не молодец. Я не молодец. А дальше возникает два интересных, непростых вопроса. Ну, во-первых, если из лжи следует лог. 2 плюс 2 равно 5. 4 плюс 4 равно 10. Я молодец. А? Да. Нет, ну мне это дали. Я как умею, я с этим работаю. Да, это я. Понятно? Истинно. Я начал с ложного высказывания, прихожу к ложному высказыванию. Я... В смысле, вот, результат этой... Сама импликация истинна. Вывод ложен, но импликация истинна. Понятно? А дальше возникает вот какой вопрос. А если у меня было ложное высказывание, а получилось истинное? То же... То давайте я покажу вам пример. Да? 2 плюс 2 равно 5. Давайте... Что сделаем из этого? Что это сделать? Я хотел домножить... Я обычно как из этого поступал? Недомножал на 2. Ну, самое примитивное, что можно сделать, я по транзитивности. 5 равно 2 плюс 2. Логично? Да? И из вот этого и вот этого... Да, прошу про коммутативность. Правильно? По-моему, называется. Да? И по транзитивности 2 плюс 2 равное 5 равно 2 плюс 2. Ну, конечно, это тавтология. Но, тем не менее, это истина. Выгоденная чисто математически правильно. Поэтому получается, что когда мы начинаем с ложного высказывания, мы можем прийти как к истинному, так и к ложному. То есть, будь ты хоть каким молодцом, ты логично рассуждаешь, но ты допустил в начале ложное высказывание, то у тебя не получится получить истинного вывода. Истинный вывод можно получить только тогда. Истинный вывод только тогда можно получить надежно. Когда ты, рассуждая логично, опираешься на правильные предпосылки. А эта штуковина, кстати, в ампликации называется посылка. Но нам легче воспринимать словом предпосылка. Понятно, да? То есть, некоторое вот исходное. Вот тут вот кое-что нужно вам сказать, как сказать, физикам и молодым людям, строящим свое мировоззрение. Смотрите. У вас есть некие аксиомы. Допустим, Евклида. Вы строите на этих аксиомах некоторые теоремы, леммы. Рассуждаете, доказываете, обосновываете. Мыслите логично. А у вас есть какие-то последствия. Если у вас вот эти вот самые аксиомы истинные, и вы молодец и рассуждаете правильно, то получающаяся система аксиомы, она у вас такая? Она у вас истинная. Вот понятно так, что в этой системе аксиомы истинны. Есть там геометрия Лобачевского и геометрия Риммана, в которой по-другому. А там другие аксиомы. Там одна аксиома взятая, и наоборот. Там что через точку можно провести не одну, а две параллельных примуты. Не две, а как минимум еще одну. Лобачевского. И, пожалуйста, он построил на этом целую геометрию. Оказалось, что да, геометрия на этой штуковине, на гиперполойке, по-моему. Ну вот. А Риммана на сфере геометрия. Между прочим, она к нашей планете очень хорошо относится. Можете поинтересоваться, почему кратчайшая траектория, по которой летит самолет, на гугле, на гугл-карте рисуется, как козябры. Тоже геометрия Риммана действует у нас на самом деле на земном шаре. Вот. Короче говоря, смысл следующий. Если вы допускаете вот сюда ложное высказывание, где-то в системе аксиома есть ложное высказывание, то этим Лобачевский и собирался воспользоваться. Он говорит, мне кажется, что эта аксиома лишняя. Ну, лишняя. Ну, как-то очевидно, что она лишняя. Ну, понятно, что через точку нельзя провести дополнительную приму. Он говорит, давай-ка я попробую заменить ее на другую. Если она ложная, то я, очевидно, где-то доберусь до противоречия. Если я обнаружу противоречие, от противного доказано, что я доказал аксиому. Он не смог доказать, развел целую геометрию, оказал, что это не противоречивая система. А если мы все-таки допускаем, что получится? Получится так, что некоторые следствия из этой аксиомы будут истинными, а некоторые ложными. Понимаете? Оно может у вас в любой момент всплыть. Это к чему? Вот эта вот система аксиом – это как пища. Пища должна быть не отравленной. Понимаете? Вот аксиомы, да, некие мировоззренческие, в частности, парадимы, они должны быть как минимум непротиворечивыми. И часто люди мыслят нелогично. Они начинают смотреть исключительно на какие-то высказывания. О, я вижу, это истина, это истина. А тут в брошюрке тоже истина у сигнартов написана. А сигнартов вам говорят. Не, ну это часто имена так действуют. Он говорит, смотри, выводы из постулата Ричи, который написал Ричард Хаббард. Верные, он написал, чистят зубы, нам два раза чистить зубы в день, там, еще что-то, да. Вот, как, да, Ферамон, нельзя не согласиться. А тот, кто не подает резюме на работу, никогда не устроится. Ну, как-то так, логично, да. Надо вставать по утра, начинать день, там, радостно. Ну, нельзя не согласиться. А он говорит, значит, предпосылка истинная. Ребята, это фигня. Если вывод истинен, прошу, если вывод истинен, и вы рассуждали правильно, это не гарантирует истинность посылки. Понимаете, предпосылка может быть и ложной. Вы могли прийти к истинному выводу из ложной посылки. Понимаете? Это к чему, еще раз. Атеист, пожалуйста, но строй свою систему противополитива. Верующий, пожалуйста, строй свою систему непротиворечива. Разумно, искренне, нет, не допускай лжи. Я крайне попрекомендую никогда не врать другим, а то иначе, случайно начнете врать себе. Вот так истин. Так, ладно. И теперь, собственно, давайте двигаться. Это важный момент. Я поэтому трачу на это время, что очень важно в своей системе принципов добиваться непротиворечивости. Понимаете? И если что, уметь, как это умеют философы хорошие, докапываться до аксиом. И вы столкнулись с противоречием в своей теории представлений о мире. Ну, значит, фигня ваша теория. Копаем снова до аксиомств, высматриваем, может быть, в атомарных высказываниях что-то не так. Итак, теперь, собственно, давайте с вами законы алгебра логики напишем. Законы алгебра логики. Так. Простые законы логики. Простые законы тривиальны. Закон повторения. Повторение. Да, я еще кое-чего не сказал. Перед тем, как я мечтаю писать сейчас эти законы, мне бы хотелось ввести два вида обозначений. Первый вид обозначений – это классическая формальная логика. периода, не знаю точно, где-то Джона Буля, наверное. А может быть, до. Итак, давайте операция «не» и «или». Кстати, у них приоритет именно такой. Не наивысшего приоритета и следующего, или ниже, а импликация еще следующего приоритета. Вот, а это импликация, да? Импликация. Импликация изображается следствием. «Не». Есть два варианта изображения «не». «Не-а» – вот такое. И в этой системе обозначений вот такое. Как запомнить, что это вот такая вот острая кракозябра? Пересечение множеств. Пересечение множеств. Совпадает по обозначению только кругленькое. Или вот такая кракозябра, объединение множеств. Так, ну, собственно, вот они, раз, два, три базовые значки. И или нет, составляет полную систему, это я еще покажу. И есть еще эквиваленция. Эквиваленция. Для нее я пока не писал таблицу истинности, но она будет вам очевидна. Эквиваленция обозначается вот так вот двойной стрелочкой. Есть альтернативные обозначения. Мне они намного больше нравятся. Это а с чертой сверху. Это для и логическое умножение, и для или логическое сложение. Ну, и я сделаю поправки в таблице истинности. Я так и напишу. Соответственно, а, да, ну, это я поставлю заголовки. А, а вот здесь не а. А плюс б. Кстати, ксор тоже имеет свое обозначение. Плюсик с кружочком. И его еще называют сложение по модулю 2. Это логично, потому что если я сделаю 0 плюс 1, то будет у нас что? 1. 0 плюс 0 это 0. А 1 плюс 1. Это 1. Ну, тут как? Истиннее, чем истина быть нельзя. Мы упираемся в потолок. И дальше два варианта, что делать, да? Истина плюс истина. Есть вариант, что истина, да? Ну, кстати, я со школьниками иногда так поступаю. Я в начале этого урока, говоря о атомарных высказываниях, спрашиваю. А вот это высказывание, оно истинное или ложно? Ложно! Ну, разобрались уже, да? И говорят, ложное высказывание. А потом я им показываю вот эти самые обозначения, да? Пожалуйста, это истинное высказывание, да? Никаких проблем. Но оно истинное в соответствующей системе, в соответствующей алгике, да? С определенными обозначениями. Для арифметики понятно это высказывание логика. Итак, еще обозначение умножения а умножить на b. Здесь альтернатив особых нет. Ну, можно вот так, но я так не обозначаю. Эквиваленцию можно вот так, а еще эквиваленцию можно тройным или двойным равенством. Тоже так можно писать. Эквиваленция, это значит, что одно высказывание настолько же истинно, как и другое. А почему мы здесь не пишем xor? xor вот здесь не пишем. xor? А, ну, можно, да, xor писать. Но я не знаю, как он обозначается тут, а тут он обозначается именно так. a плюс b. Вот. Ну, давайте, собственно, закон я просто хочу сразу писать в этих обозначениях. Итак, закон повторения. a умножить на a равно a. a плюс a равно a. То есть, если его высказывание 2х2 равно 4 или 2х2 равно 4, это то же самое, что 2х2 равно 4. Третий лишний. Третий лишний. Ну, это по сути о том, что только истинная ложь. а умножить на не а, ну, очевидно, если а истинно, то не а ложно. Если а ложно, то не а истинно. Третьего не дано. Так, значит, это произведение нуля и единички всегда 0. А сложение нуля и единички всегда 1. Закон поглощения. Он относится, я его отношу к простым, хотя он вызовет непростые чувства. а умножить на а плюс b равно а. Доказывать закон алгебры логики одно удовольствие. Представьте себе, что я захотел бы доказать вам какое-нибудь высказывание, не знаю, что синус квадрат х плюс косинус квадрат х равно 1. Мне бы для этого что понадобилось? Перебирать для всех вещественных ипсов. То есть в континуальное время мне это потребуется. Метод перебора. Или в каком-нибудь еще там тригонометрическое тождество доказать. Это понятно, чем закончился, да? Попытка перебора. А в алгебре логики никаких проблем. Какова мощность? Вот у меня есть а. А принадлежит какому множеству? Ну, я не знаю, как оно обозначается. Честно, как-то не интересовался. А надо бы поинтересоваться. Но я нарисую его L вот такой штукой. Множество логических значений. То есть 0 или 1. Да. То есть я перебираю не то, что конечное, а очень конечное. Множество там всего злобное. То есть область определения. Ну, в данном случае у меня две переменные. Это картовое произведение 2х2, 4. У меня 4 возможных значения у логической функции. Вот это вот я возьму, взять и перебрать. Ну, давайте переберем. Давайте рассуждать для А, равного 0. Если А равно 0, то 0 умножить на что угодно, это 0. СМЭ таблицу истинности. 0 умножить на что угодно, это 0. Так, для 0 все ясно. А равно 1. Тогда 1 умножить на что угодно. Кстати, это, в принципе, отдельно. Трудно было бы отдельными законами вписать. Да. То есть 0 плюс А равно А. 0 умножить на А равно 0. Но это очевидно, это как бы, вот я, базовые вещи, да? 1 плюс А равно 1, потому что истине, чем истина быть нельзя. А1 умножить на А равно, очевидно, просто А. Ну, короче говоря, 1 умножить на нечто равно этому нечетому. То есть А можно убрать, если оно равно 1. А в скобках, что 1 плюс Б, 1 плюс Б, это 1. То есть мы сейчас методом перебора по А доказали. Так что А, домноженное на А плюс Б, поглощает Б и остается только А. И закон поглощения А плюс А, умноженное на Б, тоже А. Доказательство логичное. 0 плюс 0 на что-то, это 0. 1 плюс что-то, уже неважно, плюс что, это 1. Ясно? Доказательство. Можно доказывать это через другие законы алгебры, логики, аккуратненько раскрыть. Ну, на самом деле, вот здесь раскрыть скобки, и все. Вот это доказывать немножко посложнее, чем другие законы алгебры. Перебор рулит в данном случае. Свойства логических операций. В алгебрах есть три основных свойства. Свойства логических операций. Я имею в виду сейчас операции И, И, Илья. Бинарные. И, И, Илья. Первая из них, это ассоциативность. То есть, короче говоря, А плюс Б плюс С равно А плюс Б плюс С. То есть, в каком порядке не выполняй операции, все равно. Какой мы из этого делаем вывод? Что скобки можно просто не писать. Кстати, есть такая штука, я вот и сказал про нее. Называется ленивые вычисления. Вот тут, вот видите, вот эти две строки замечательные. Во многих языках программирования, когда вы пишете два высказывания через И или, или через И, то компилятор или интерпретатор смотрит, первое высказывание ложное, ну и слава богу, второе я даже не буду вычислять. А вдруг оно сложное? Ну это процессорное время надо. Все равно же ноль. Или другая символация. Два, у вас написано два высказывания через И, или. Он опять на первое вычисляет, но оно уже истинное, второе я не буду вычислять. Если у вас функция не является чистой, и вы вдруг рассчитывали, что оба высказывания будут гарантированно вычислены, то ленивые вычисления могут вам навредить. Но если вам надо было вычислить, и это вычисление где-то галочку ставило, само по себе вычисление. Так вот, в питоне ленивые вычисления присутствуют. Понятно, да? На всякий случай. Ну или, короче говоря, он экономит процессорное время. И в этом смысле, кстати, очень важно правильно расставлять. То есть ассоциативность А. Ассоциативность здесь ни при чем, а коммутативность следующая. А, ну для умножения, та же фишка, для умножения А умножить на Б, умноженное на С, равно А умноженное на Б, умноженное на С, или то же самое, при последовательном умножении скобки можно не расставлять. Умножаем в любом порядке. Про коммутативность я хотел сказать. Коммутативность или перестановочное правило. А плюс Б равно Б плюс А. Или для умножения А умноженное на Б равно Б умноженное на А. Так вот, с точки зрения ленивых вычислений, это не совсем так. То есть на практике, то есть в логике все нормально, но в ленивых вычислениях может быть зависеть от этого, будет ли вычислено Б или будет ли вычислено А. Ясно? Так. Ассоциативность, коммутативность и дистрибутивность. В чем составит дистрибутивность? А умноженное на Б плюс С. А и Б или С. В этом случае что получается? А и Б или А и С. Ну, логично, да? А теперь, внимание, А или Б и С. Ну, скажите, зачем вы, Тимофей Федорович, скобки поставили? Так, ну, правильно. Конечно, скобки тут ставить не надо, ведь умножение приоритет более высокий. У И более высокий приоритет. Скобки можно не ставить. Но я поставлю, знаете почему? Чтобы у вас голова сейчас не поехала. Смотрите. Это, представьте себе, что это не плюс, а какая-то другая крокозябра, которая более мощная, чем вот эта умноженная. И я раскрываю этим плюсом, как умножение я раскрываю. Умножение относительно сложения. Получается, А плюс Б. Ну, тут уж обязательно. Я тут тоже скобки поставлю, хотя они не нужны, да? Умноженная на А плюс С. Вы видите симметрию? Или, короче говоря, для алгебры логики дистрибутивных есть не только по сложению относительно умножения, но и по умножению относительно сложения. Понятно? Ну, такая фишка. Так. Давайте дальше. Законы отрицания. Законы отрицания. Пока будем портить. Итак, первый закон отрицания. Двойное отрицание есть утверждение. Отрицание отрицания есть утверждение. Понятно. Дальше. Бог говорит. Это не правда, что дважды два равно четыре. А Вася говорит. Это не правда, что говорит Петя, что не правда, что дважды два равно четыре. Ну, не, не. Это будет истина. А знаете, этот анекдот лектор говорит, лектор по лингвистике говорит. В разных языках по-разному. В некоторых двойное отрицание значит отрицание, в других двойное отрицание значит утверждение. Но нет ни одного языка в мире, в котором двойное утверждение означало бы отрицание. Ага, конечно. Да, 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 да. Ну да, конечно. Не, ну вы даже салют не слушали. Ну да, конечно. Из зала. Так, ладно. Второй. Это законы Деморга. А и Б. Когда мы отрицаем А и Б, это значит не А или не Б. Баба-яга умная и красивая. Это неправда. Значит, баба-яга не умная или баба-яга не красивая. не А или Б. Ну давайте что-нибудь. Дважды два равно три или дважды два равно пять. Это неправда. Значит, одновременно дважды два не равно три и дважды два не равно пять. Понятно? Так, ну а это законы называются Деморгана. Законы Деморгана. Так, и есть еще парочка законов, которые являются расшифровкой двух штуковин. А именно расшифровка импликации, эквиваленции и исключающего или. Я не хочу пока ничему нигде стирать. Сейчас, чуть-чуть позже сотрем. Итак, законы, это не законы, скорее, да, именно как интерпретировать, что такое из А следует Б. Чему это равно? Можно ли это раскрыть? Да, это можно раскрыть через И или Н. Давайте с вами обсудим. Что это значит? Это значит, что у нас истинно, истинен вывод В. Или ложная посылка. Ложная посылка, значит, у нас, неважно, какой вывод, уже истина. Ложная посылка, автоматически истинный вывод. Или истинный вывод, автоматически истинная импликация. Если вывод истинен, то импликация автоматически. Понятно? У меня, опять же, когда школьникам рассказываю, они готовят киеве, мультик надо, чтобы они запомнили. Хотите мультик? Да. Это ноль математики, чистая мнемоника. Представьте себе, что отсюда подул ветер. И у нас эти палочки стали взлетать. И вот эта палочка полетела и встала над А, а вот эта вот она и встала. Боже, что я? Боже, что я? Ура! Ура! Я родился! Так, ладно, задумывай. Следующий закон. Это эквиваленция. Чему равно А равно Б? Можно ли раскрыть эквиваленцию? Ну, давайте, я не знаю, я тройное равенство, что ли, поставлю вот тут, например, чтобы отличать. Чему равно А эквивалентно Б? Когда оно истинно? Оно истинно тогда и только тогда, когда А истинно и Б истинно, или когда А ложно и Б ложно. То есть, отрицание истины. Согласны? Ну, и давайте ксор А ксор Б чему равно? Это значит, что, например, А истинно, А, Б ложно, или А ложно, А, Б истинно. Кстати, можно заметить такой еще забавный момент, что у нас А ксор Б равно отрицанию того, что А равно Б. Или еще, короче говоря, у исключающего или есть дополнительное обозначение. Давайте я вам вот тут напишу. у исключающего или есть дополнительное обозначение. А не равно Б. Смотрим внимательно на ксор. Когда они равны, ложь. Когда они не равны друг другу, тогда истинно. Понятно? Ксор это просто, когда А и Б не равны друг другу. Так, 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 поехали. Еще один закон, еще один закон есть. Сейчас, секундочку. Из не А следует Б, это то же самое, что из не Б следует не А. Это в математике часто используется, когда доказательство от противного. Оно, по-моему, так и называется, доказательство от противного. Давайте так, я сейчас микропаузу, я просто сотую с доски, не уходя, и вы, наверное, не уходите. Можете подышать, сделаем гимнастику. Или можно вопросы мне задать. Итак, мы сейчас с вами поговорим о логических функциях. Логические функции. Бывают разные логические функции. Есть логические функции, давайте я буковкой F большой напишу, от логических переменных A, B, C, как функция двух, трех переменных. Эти функции, соответственно, принимают логические значения. То есть, у них есть область определения и множество значений. Множество значений у них как бы 0 и 1. Ну, или, короче говоря, вот та самая надо мне все-таки посмотреть, как это правильно обозначается. Не n, не r, а некое l. Множество логических булевых значений. Какое-то обозначение наверняка есть. Или l, или b. Я подозреваю. И есть область определения. Но для данной функции у меня что получается? Три переменные, то есть, короче говоря, l в кубе. l в кубе. В то же время могут быть функции вещественных переменных, которые тоже принимают логические значения. То есть, у них область определения это, например, вещественные числа, а может не одно, а целых три, два, три, пять, десять, сколько угодно. А результат у них, как в отображении, результат у них логический. Пример, яркий пример. x больше y. x больше y. Это арифметикологическая функция. Такой предикат, у которого параметрически заданное утверждение. Для алгебрологики это в каком-то смысле атомарное высказывание. Для алгебрологики это атомарное высказывание, это про алгебру. Но вот именно здесь проходит забавная смычка алгебры с логикой. Вот такие функции мы можем разложить на составные высказывания, а такая функция является для самой алгебрологики высказыванием атомарным. Понятно? И анализ содержимого должен производиться методами не алгебрологики. невозможно всю науку, всю математику перевести на логику. Логика это инструмент анализа составных высказываний и все. Вот. Так. Я что хотел вам сказать? Сейчас вот эти вот я трогать не буду, а мы сейчас составными будем. Естественно, что поскольку множество имеет маленькую мощность, ну, L в кубе, это 2 в кубе, это 8. 8 вариантов, 8. Это перебрать, нечего делать. Но давайте составим какую-нибудь таблицу, какой-нибудь функции. Сделаем, собственно, ABC, вот у меня F, вот ABC. и напишем, что? Все варианты, которые возможны. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, я по двоичной системе счисления прибавляю к нему ничего. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. И напишем какую-нибудь билиберту. Ну, например, 0, 0, 1, 1, 0, ну, давай, не знаю, 1, 0, 0 или 1? 0. О, 0, проколосил. Спасибо. Тегче будет. Ну, вопрос, я задал табличную функцию, вот если я задал бы табличную функцию sin x, таблица бравитс, я ее определил для всех x-ов? А? Конечно нет, потому что действительно функция вещественного переменного, там f от x, она, вот я задал бы ее табличную, вроде бы, она похожа, да, вот прям точно, допустим, числа нерациональные, рациональную функцию задал. А на самом деле она ведет себя как и попало, то есть я же не знаю, как она себя точно, как она себя ведет там. Понимаете? Ну, скорее всего, гладенькая, скорее всего, можно приблизить ее полиномом хотя бы, да, ну, мы приближаем полиномом, еще вы это пойдете когда-нибудь, вот, на вычмотах в частности, вот. Но смысл следующий, а тут у меня можно задать табличную, потому что область определения конечная множество, и малоконечная множество, вот, 8 вариантов, все перебраны. это полностью заданная функция. Один вопрос. А как ее записать логическими операциями? То есть и или нет? Вот я сейчас вам докажу, что это можно. Кстати, я забыл заголовок, называется дизъюнктивная нормальная форма. дизъюнктивная нормальная форма. Такая функция единственная? Нет, конечно. Вот у вас есть какой-нибудь полином. Функция, например, f от x равная x квадрат. Функция у вас одна, да? А записать ее, знаете, сколькими способами? Ну, понятно. То есть способом записи сколько угодно. Ну, например, f от x равно x пополам, умноженное на 2x. Пожалуйста, да? Это x квадрат, но только другое выражение. Хотите еще какое-нибудь выражение? Пожалуйста. f от x равно x квадрат минус 1 плюс синус квадрат x плюс косинус квадрат x. Пожалуйста. Эквивалентные выражения, и их, очевидно, бесконечно много. Ну, я тут только что стер простейшие законы алгебрологики. Вот там третьего лишнего можно приплюсовать сколько угодно раз там, Или домножить на него. То есть можно всегда высказывать не бесконечно много, означающих одну и ту же функцию. Но давайте какое-нибудь хотя бы породим. Да? Более того, так называемое нормальное в форме ДНР. Действительно, нормальная форма. Давайте с вами попробуем так. Рассмотрим, вот я вижу эту единичку. Рассмотрим такое высказывание, такую микрофункцию F1 от ABC, которая истинно только в этой строке. Истинно только в этой строке. То есть тут 1, а во всех остальных ложь. Как такая функция будет выглядеть? Я садусь вот эту вот F1 от ABC и напишу ее форму. Ну, очевидно, что удобная для этого была бы функция логическое умножение И. То есть я утверждаю одновременно, что А ложная, то есть что не А истинно, И Б истинно и С ложная, то есть не С истинно. О, вот она. Эта функция истинна только в этой строке. Вот в этом. Логично? А? А потом все сложны. Да, теперь еще одну единичку, вот эту единичку берем, смотрим. Мне нужно что? Какую функцию? Которая при не А она истинна, при Б о, прошу, не А истинна, Б С. Да? Она, очевидно, будет истинна только в этой строке. Да, и еще одна единичка это А не Б о, прошу прощить, А умножить на не Б умножить на С. Да, и очевидно, для того, чтобы получить А, может, дай мне, сейчас, секундочку, что это получается у нас? Вот в этой строке единичка, в остальных ложь. Итого, мне достаточно их сложить друг с другом, и я получаю ой, тут нолики. И я получаю, естественно, ровно то, что мне нужно. В этой строке единичка, в этой строке единичка, в этой строке единичка, в остальных ложь. Логично? Вот это и есть дезинктивная нормальная формула. То есть мы берем таблицу истинности и выписываем вот таким вот образом эту формулу. Между прочим, для импликации, вы видели, что я формулу писал на правой доске? Вот это была как раз ДНФ и для эквиваленции. Это ДНФ было. Так, ну что же, ну что же, а, нет, кстати, для импликации это было не ДНФ. Для эквиваленции и для ксора это было ДНФ. Сюда. Это высказывание, очевидно, не является простейшим. Давайте сейчас попробуем, вот я покажу просто на его примере, можно ли записать эту функцию покороче. Плюс не а умноженное на б умноженное на с, плюс а на не б умноженное на с равно. Ну, поехали, давайте попреобразовываем. Можно ли что-нибудь тут отправить за скобки? Во-первых, тут явно можно отправить за скобки вот эту штуковину, да? У меня с вынесется за скобки. Дистрибутивность обработки в обоих вариантов здесь простейшая. То есть, что у нас получается? Не а умноженное на б умноженное на не с плюс с. а эта штука под законом третьего лишнего истинно или ну, истинно короче говоря, да? Или не с истинно или с истинно в общем в итоге и истинно. Значит, у меня таким образом эта штуковина самоуничтожилась. Домножаясь на единицу эта штуковина она в итоге сейчас я буду через равно вот так столбик вести эта штуковина она самоуничтожилась а осталась только не а умноженная на б здесь я пока ничего не делаю пока перепишу это там а на не б на с здесь пока что переписываю так же на а на не б на с на вопрос такой тут можно ли что-то сделать нетривиальный ну, потому что тут не а а тут а тут б а тут не б можно ли что-то вынести? сейчас секундочку я сходу так вот не скажу возможно нет давайте остановимся на этом достаточно простейшее применение действия и сократили выражение немножко в общем законами алгебры логики можно упрощать логические высказывания длинные муторные разворачивать перетасовывать скобки раскрывать не и так далее я уверен что это может быть еще можно сейчас ковырнуть каким-нибудь законам сложных законов типа там поглощения и распределительного наоборот вот это дело пихнуть и обратно развернуть вот не будем его трогать я оставлю так на этом мы нам осталось чуть-чуть я вас не оставлю без фитона сегодня мы с вами продолжим проходить однопроходные алгоритмы значит однопроходные алгоритмы сейчас у меня еще будет два так хорошо помните однопроходные алгоритмы да эти сумма произведения подсчет но это не все есть поиск максимум но очевидно минимума максимального минимального для пустой последовательности для последовательности из одного икса и для последовательности из х1 хи минус первого запятая хи вот у меня есть вопрос что является минимумом пустой или максимумом пустой последовательности оставим этот вопрос под вопросом является максимум или минимум последовательности из одного очевидно вот сам а в этом случае индуктивно у меня уже есть максимум или минимум давайте буквально его м назову у меня уже есть максимум и минус первой последовательности предыдущей чему равен максимум на икс когда я распространяю на последовательность следующий элемент добавляю очевидно что максимальное число равно большему из двух либо предыдущему максимуму либо очередной икс его перебил если это рисовать карикатуркой то это можно так сказать пришел скажешь я расскажу как школьникам рассказывать про гопников группа гопников решила выяснить кто из них самый сильный первый из них заявляет я самый сильный приходит второй соревнуется с ним да и если он его побеждает то этот покидает свое место и этот стоит на его место это как бы первое место возвышение временный максимум он в момент когда все в облаке пройдут мимо протестирует свои силы там окажется максимум постоянный правда остается вопрос вопрос вот как бы а если они оказались равной силы ответ если мы интересуемся только величиной максимума то нам все равно а если есть имя если комплекте у нас имеют имя или хотя бы кличку то есть короче говоря меня интересует местоположение местоположение максимальное в этом случае ну понятно в данном случае один вот возникает вопрос я не смогу сейчас это записать красиво математически чтобы вас не насиловать и самому не напрягаться не выписывать математической формулой но я могу написать кстати между прочим для питона если я вот вставлю и вот это вот да ну понятно что на следующей итерации я беру максимум из предыдущего максимума это готовая формула правда есть функция макс есть вот а вот в этой ситуации я не буду и вас напрягать я сразу напишу это на питоне итак если у меня х оказался больше чем м в этом случае я ставлю х на место м то есть м записываю х да и я заведу переменную м и м подчеркивание и я м подчеркивание и равно и я сейчас предполагаю что и является счетчиком он номер итератности содержит ну не важно в цикле форун или откуда-то еще понятно да то есть в момент когда х обновляет м в этот же самый момент я запомнил его имя ну или местоположение максимума понятно логика и это тоже однопроходный алгоритм то есть за один проход запоминать числа не надо а вот эта вот ситуация а что с равенством а если силы равны как поступаем вот смотрите если тут стоит больше это значит что у нас он говорит ему я первый тут встал ну иди второй вариант когда здесь стоит больше или равно вот в ЕГЭ на этом деле ловят школьника больше или равно это значит меня когда-то назначили старостой а потом я пришел в другую группу ко мне подошел старост от той группы и сказал ольф мафей давай ты будешь старостой то есть вот ситуация уступающего максимума то есть пришел вот в каком-то смысле такой же вот о можно сдать полномочия хорошее ответственное место давай успехов вот ну вот понятно да то есть вот здесь вот это исключительно если вам надо запоминать все индексы равных максимуму то это уже другая задача она в каком-то смысле тоже однопроходная только вы здесь будете и петь ну вы еще не знаете что такое пен наверное еще не знаете вы списки только бегло пока прошли они будут подробнее через следующий раз я буду рассказывать списки подробненько но это другая будет задача но в этот момент тем не менее это в этот же момент будет происходить есть еще один вариант этого алгоритма однопроход это подсчет равных максимальному подсчет равных максимальному ну я залез тут вот сюда уж простите ладно здесь понятное дело один ну кстати между прочим понятно что для вычисления местоположения мне приходится хранить не только количество индекс а мне нужно кстати местоположение максимум я набрал если у меня от нуля индекс то ноль простите я случай так ладно в данном случае количество один а теперь что дальше это происходит в момент в момент в момент когда х больше м х больше м если х больше м что это значит что х занимает место м он его спихивает сколь а допустим там стояло два человека три человека стояло то есть это такой широкий постамет о ты тоже можешь давай вставай ко мне теперь нас двое но он мерится силой не суммарной а вот на равном значит он померился и победил значит он теперь там стоит один эти все долю понятно то есть ну мне нужно м n ну n это сейчас номер да количество m n у меня будет равно 1 я количество давайте я тут напишу количество равных максимальному m подчеркивание n вот целевая функция равно 1 элиф иначе если помните элиф да else if значит то есть я не победил его но вдруг я равен ему х равен m двойным равеном так пишите х равно равно m в этом случае что я говорю ну если я не победил то обновлять значение не надо а мне надо просто m подчеркивание n плюс равно 1 я туда же встаю вот такая вот конструкция для подсчета равных минимальному есть такая забавная интересная штука которая требуется для решения задачи c4 и g которая сейчас номер 27 одновременный поиск однопроходный одновременный поиск трех максимальных значений вот он пишется вот такой вот конструкции если у меня х больше m1 то в этом случае я кого спихиваю я оказался сильнее чемпиона бывшего ну что значит чемпион спихивает этого этот спихивает этого а этот никуда то есть мне нужно что сказать что на новый m1 на новый m2 и на новый m3 я сразу напишу это по-питоновски потому что иначе мне придется три равенства писать еще не и перепутать порядок если я напишу m1 равно x то я сарова максимума просто стер понимаете а мне нужно как вначале m3 равно m2 то есть я выпихал третьего записал на него место потом m2 равно m1 и только потом m1 равно x а я сейчас напишу м1 м2 m3 равно на место m1 встает x на место m2 встает m1 на место m3 встает m2 м3 автомат иначе если x больше чем m2 между прочим кстати равный m1 если он оказался равным с Василием когда я первый пришел то он будет впихивать второго в этом случае у меня первое остается на своем месте но m2 m3 обновляются в m2 идет x в m3 идет m2 в принципе чисто для полноты картины я мог бы написать вот так m1 м2 м3 но это только для полноты картины m1 , x m3 понятно но это не надо писать m2 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 простите спасибо ну давайте я оставлю вот чтоб вы понимали прям алгоритм сам хотя вот эта штука она лишняя нить элит x больше чем m3 ну и тоже я напишу все m1 m2 m3 м1 m1 m2 m1 и опять вот это дело оно в принципе лишнее ну а else ничего делать не надо я никого не победил ничего не знаю так победили мы с вами однопроходные все алгоритмы по максимуму нам еще надо с вами попахать пашем а именно мы сейчас с вами зайдемся простыми алгоритмами полного перебора это разложение числа на множители и тест простоты числа как говорят математики поиск простых чисел не такая уж простая задача и тест простоты числа тоже не такая уж простая задача и только недавно было обнаружено возможность тестировать простое число полиномиальным алгоритмом более того хотя я это дело утверждаю я сам статью не читал и может быть это научная статья в научном журнале может быть она и хрит но по-моему доказано что n в шестой степени но по крайней мере не два в степени так я стер маловато стер маловато дн в степени итак мы тестируем простоту числа вообще есть несколько способов есть замечательная функция логическая которую можно вычислить теорема ну а так мелочи мелочи совершеннейшие там ее вычислить так же сложно как прямой но для маленьких чисел она так чистая теоретические размышления но я не буду ее приводить простейший тест простоты числа тест простаты итак давайте вы уже знаете что такое функции я буду описывать как функцию для вызова так оно будет красивее def is prime а подчеркивание нужно для того чтобы не разрывать идентификатор функции имя функции должно быть без паралл и без запятых где он допускается латинские буквы цифры и подчеркивание и цифра не должна быть первым символом а латинские это для си а в питоне можно по-русски писать но не будет итак а то по-корейски напишем that is prime от x значит что у нас эта функция возвращает она возвращает true или false давайте авторутиков напишу самый return returns true or false это документ строка просто заметка ну кстати документ строки желательно двойными тройными кавычками писать тоже про это что я делаю x у меня уже есть его сюда мне кто-то дал он платит на целое число я попытаюсь делить его на два d делитель девайзер что я буду делать пока у меня d меньше числа ну а что значит число простое по определению ой x по определению это значит что у него нет делителей начиная от двойки по этой числу неоплечительно для d меньше чем x если вдруг у меня x поделился на целом на d то есть остаток при делении на d равен нулю в этом случае а сейчас вы поймете почему я сделал функции в этом случае return true ой true false return false дело в том что return он сразу выходит из функции и цикл не продолжается мне не нужно перебирать оставшиеся делители число делится на два о все до свидания на три вот все до свидания сразу не буду перебирать там число на три на четыре на пять сразу уже определил делится до свидания и только если я достиг конца цикла а да прошу прощения это на первой итерации делю на два а потом я должен сделать что d плюс равно один ну и если я достиг конца цикла то return о я пишу true вернуть true не поделилось ну значит не надо было написать никаких скобок не надо поставить true или false return просто пробел return это не функция return это оператор действующий ну как у ифом что же скобки не ставим итак 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 здесь не надо по той же самой причине что return прекращает вычисление функции и сразу возвращает значение мне не надо писать else а иначе d плюс равном один не иначе просто сразу return false и все вот то есть я здесь активно пользуюсь тем что return выходит из функции этот алгоритм не оптимальный в частности на четные числа можно не делить если на 2 не делится но есть еще больше то есть это в 2 раза сокращение для четных чисел будет быстрее определять ну можно как это сделать можно вынести проверку if d процент 2 равно 0 двоеточие return false а потом в цикле прибавлять плюс равно 2 я не буду потому что текст дополнительный писать но есть оно не повысит а как бы от n o от n пополам то же самое что o от n но есть еще один вариант как этот цикл свести для проверки до o от прошу n x до корня из x в данном случае все равно это от длины числа не очень хорошо зависит если число длинное все равно получается плохо если мерить это от длины числа да от длины числа то корень из x имеет примерно половинную длину половину длины числа поэтому оно как бы не сильно сократит вычисление тем не менее можно показать что если число x раскладывается на множители допустим на а и b то очевидно что а меньше либо равно b допустим неважно как мы их назовем допустим примем что а меньше либо равно b а меньше из двух множителей домножим это дело на а получается что а квадрат меньше либо равно чем а умножить на b которая равна x то есть меньший множитель меньше либо равен чем x или а в квадрате или а меньше либо равен корня из x или до тех пор, пока d меньше, чем, либо равен. Как он называется у нас? Но SQRT я не буду писать, потому что MF для него надо. Я напишу x в степени 0.1. А чтобы это не вычислялось на каждой итерации, можно это вычислить до, округлить до целого числа, в большую сторону, с учетом вычислительных ошибок, не принципиально. Но смысл в том, что здесь я сокращаю вычисления намного больше. Можно перебирать, делится ли число 97, или является ли оно простым. Делители не на 96 надо перебирать, а всего лишь до 9. Даже 10 уже нет. Если оно не делится на 9, на 7, на 5, на 3, на 2, то простым. Так, двигаемся дальше. Без простоты понятия. Следующее. Это разложение на множители. Поскольку вы еще не знаете подробностях списка, нет в моих серий с вами вам их рассказов. Я немного забыли, но я не перебираю вам. Разложение на множители. Оно очень похожее. Ох, а вот как его назвать, я даже не знаю. Деф разложение. Что я в этом случае делаю? Я начинаю перебирать делители. В данном случае я документ в строку, такую смешу, что оно принт. Принтс ол девайзерс. Прошу прощения, ол прайм девайзерс. Начинаю перебирать делители с двойки. Пока у меня D меньше либо равно Ага, сейчас, секундочку. Я не буду оптимизировать никак. Пока у меня X больше единицы, то есть я буду делить его, портить его буду, делить, 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 и пока он больше единицы, значит еще в делителе в нем остались. Надо оттуда вытаскивать. Что я буду делать? Если у меня X процент D равно нулю, это значит, что я нашел делитель. Значит, я, во-первых, сразу радуюсь этому и печатаю этот делитель. А во-вторых, порчу X, делю его на этот делитель. X нацело разделить на D. X разделить равно D. Поделили на делитель. А зачем нацело? А нацело? Чтобы оно оставалось целым числом. Потому что формально даже 4 разделить на 2, это уже фнот. Я не смогу тогда проверять делимость нацело. Итак, X процент, о, прошу прощения, X разделить на целом на D. А если это число не является, здесь нет return, понимаете? Поэтому мне тут еще важно else. А иначе, если D не делит X, то я иду к следующему D. D плюс равно 1. Можно соптимизировать, если X простое число, эта штука будет шагать до него, не до корня из него, а до него, пока не напечатает это число. Можно чуть быстрее, не будем все это делать. Достаточно такого разложения на множек. Эта функция ничего не return, она подпечатает. По идее, можно реализовать, чтобы она возвращала список этих делителей, но мы пока списки не прошли. Это, между прочим, если решать хорошо разложение на множек, то это, по сути, уже криптоаналитика. Потому что есть RSA, такой алгоритм, который заточен на то, что эта задача разложения на множек является алгоритмически сложной. Все, спасибо за внимание. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...